Народ, всем привет! В скором времени в России планирует запуститься новый агрегатор Такси Лифт. Это американский агрегатор, который планирует выйти на российский рынок. Уже сейчас у вас есть возможность быть первыми и оставить заявку на подключение к новому агрегатору. Все ссылочки на сайт оставляю в описании. Извините, а вы не могли просто наших девочек подвезти? Просто им некуда деваться, а у нас денег нет. Тем более зарядка села, нам некуда деваться, пожалуйста. Стойте, 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 нет, с пивом не возьму. Пиво убирайте, да, разольете, нафиг не надо. Да, народ, кстати, не забывайте подписываться на канал, ставьте лайки, пишите свои комментарии под видео. Также подписывайтесь на мои социальные сети, инстаграм и тикток, ведь там выходит видео раньше, чем на ютубе. И мы начинаем. Здрасте, стойте, 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 нет, с пивом не возьму. Пиво убирайте, да, разольете, нафиг не надо. А можно я сплю, я адекватный? А? Я сплю, я адекватный. Ну, давай. Нет, 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 нет! Это будет дорого тогда. Нет, наверное. Можно где пятерочку? Да, верно. Да, Купчинская в другой стране. Мы на Малую Карпатскую уже ездим. Нет, Купчинская. Малая Карпатская, 25. Нет. Нет, посмотрите, куда заказывается. Возможно ошибся. Извините. Бог простит, а я нет. Да, все. Спасибо большое. Всего доброго нашу. До свидания. Будьте, желаю, доброго утра. Ну. Аленка, конечно, в полное говнище. Блин, хорошо, что увидел, что она с пивом. Она просто начала падать. И был риск, что она упадет прямо в тачке. Все это херам разольет. И ведь попросила, говорю, типа не пейте пиво. Он такой, ну я адекватно, типа я в руке подержу его, окей. Ну вот тоже поверил, а потом они начали по-тихому допивать. Друг другу передавать. Ну, слава богу, ничего не облили, но, блин, лучше лишний раз вообще, конечно, таких не брать. Я понимаю, все отдыхают, но потом, чтобы тачка воняло, тоже неохота. Могу посоветовать отличный парк «Ракета-такси». Если ты работаешь не полный день, фикса 3,70 рублей по регионам и 5 рублей Москва и Санкт-Петербург. Либо же работай по 3% заказа. А что делать, если это моя основная работа? Если это твой основной заработок, то 45 рублей в сутки по регионам и 50 рублей в сутки Москва и Санкт-Петербург. Слушай, кстати, а что там с выводом денег? Покупка смен, заправки с таксометра, вывод без комиссии на карты любых банков. Все это присутствует. Но у меня нет банковской карты, что делать? Парк может выпустить специально для тебя карту с бесплатным обслуживанием. Одни из лучших условий на рынке. Подключено более 80 городов России. И это только малая часть плюсов, которые я могу перечислить. Сам понимаешь, проблем с заказами не будет 100%. А как мне связаться с парком и более подробно все уточнить и подключиться? Все контакты парка вы видите на экране и продублированы в описании. Приходите и работайте. Всех жду. Походу собака. Здрасте. А вы указывали, что вы с собакой? Да. Да, сейчас поспал. Не, не указывали. Внимательно. Внимательно, Коля, внимательно! Ну так что вот, куда внимательно? Где у вас указано, что вы с собакой? Не, он сразу, вот здесь обычно указывают животным. Тут лапка такая нарисована, типа заказ животным. Он не показывает, даже ни комментарий не делал. Я ей комментарий указываю и ставлю тариф. А, ну смотрите, просто плюс 200 рублей будет и все, кто ценит. И все. Ну и то же самое будет, что будет с тарифом. Нет, не согласна. Если бы вы заказывали животным, у вас было бы все равно плюс 200 рублей. Ну, тариф, он идет, плюс 200 рублей. Я понимаю, но была сумма ценового заказа одна, и еще если к этой сумме еще... Ну, смотрите, мы можем позвонить в поддержку, они вам также скажут, что добавят 200 рублей. Смотрите, я вам объясняю, что данная ситуация у меня. Я заказывала, у меня тариф задового 100 рублей, ехать просто за животным 200. То есть сумма общая 300. Отсосил тракториста. Ты сейчас 200? Ну, просто 200 и 400. Еще 200 и 400. У меня не хватает на это. Опять ничего не получается. И так тоже не получается. Нет, я понимаю, я просто говорю, что у вас нет комментариев, соответственно, цена рассчитана по-другому. До свидания. Ну ладно, ноги не отряхнули, это уже пиздец. Какие хитрые бабоньки. У них сумма 200 рублей, ну, 6 километров ехать, чтобы вы понимали. И они решили на дурака рубить, типа... Нет, я... Может быть, может быть, конечно, она указала тариф. А может и не может. Но если бы она постоянно, как она говорит, указывала с тарифом, она бы знала, что сумма доплаты за животное 200 рублей. Соответственно, у нее не могла сумма получиться 300. Отсосил тракторист. Ну, априори. То есть, они решили, видимо, на дурака включить, что, ну, типа, может, просто с животным возьмет. А как только вопрос я ей задал, она сразу давай говорит, я указывала с животным. Вот такие бывают пассажиры. Опять же, я ничего не утверждаю, но 90% я даю, что это просто на дурака. А ценник 200 рублей за животное, конечно, это дороговато, я все понимаю. Но вот тут на дурака было сделано. И самое-то интересное, что она сейчас будет стоять, так же заказывать, так же без животного. И, мне кажется, каждому водителю будет затирать про то, что она указывала с животным. Сейчас ценник изменится, будет еще в три раза дороже. То есть, по сути, по сути, да, 300 рублей она может себе позволить, 400 нет. Опять же, я могу это понять, но не надо, то есть, я объясню проще. Если люди вменяемые, и они говорят, блин, чувак, ну, так и так, в празднике нет бабла. Ну, нет вот лишней сотки. Ну, довези ты с собакой, собака спокойная. Честно, вот, если человеческое отношение, я всегда довезу. Всегда. Но когда начинают лезть в за... и говорить, я указывал, и так далее, и тому подобное, да с какого хера вообще, вот честно, вот принципиально нет. Все, давай. У меня школьник, давай, у меня школьники, тиктокеры, давай. До куда вы едете? Митро Московская. А, да? Да. Нет. Извините, а вы не могли просто наших девочек подвезти, просто им некуда деваться, а у нас денег нет. Денег нет. Вы держите здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. Бульзарядка села, нам некуда деваться, пожалуйста. Ну, так, а вы просто так заказали что-то? Не просто, как вы хотели у вас спросить, можно ли вы нас отвезете? У вас всех или девочек? Только девочек. И куда, до метро их? Да, до метро. Так, а вы как поедете? Мы, мы этот, мы тоже вызвали еще одну. Что, реально бабла нет? Клянусь, бабла нет у нас ни у кого. И вот, продукты купили. Продукты купили. Ну, давайте пусть до метро их, да? Да. Садитесь, девочки. Вас подвезут, садитесь. А как вам продукты потом вытащим у нас девочки? Багажник поставьте, кто? Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое. Я не смогла было, извините, просто мне... Что? Я не сильно хлопнула дверью. Похуй. Я просто такая у меня... Это я силы не расчет. Все? Да. Это бронхит. А кто ж? Конечно. 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 Что у вас за проблема-то? Да, надо, надо, мы сейчас на дачу едим. Вот мы сейчас еду закупились. А где-нибудь выгнали? Нас мужчина еды купила. Да, и нам вообще некуда идти. Это вы вам эти пацаны купили? Нет, нет, это наши друзья, они с нами идут. Так вы куда и откуда это пытаюсь понять? А мы, мы отсюда считай, ну, как бы мы едим сейчас на дачу. У нас куча не со свадьбы? Да. Ну, а там наши родственники. Да. Мы с ними сильно позорились, поэтому мы сейчас едем на дачу к нашему другу. А как вы боитесь, у вас денег нет? Да, с зайцем. Конечно. Нам уже какой-то продукт и купил на тысячу рублей. А ему вы что сказали? Спасибо. Ну, слушайте, мы с ним, я с ним давно уже знакома, как бы. Ну, как давно? С мужиком? Два дня, да. Два дня, да. Он сказал, типа, если что, звоните, типа, я, типа, могла позвонить, сказал, а у тебя есть пятьсот рублей в долг, я тебе, типа, да. Он сказал, давайте приеду, продаю такой, мне сначала, типа, язну, типа, хер знает, кто это такой. Ну, два дня же знакома. Ну, он приехал, это купил, он еды, и все. Я даже не знаю, как его зовут. А, Домас. Откуда он приехал и уехал? Да. Да, он купил, уехал. А что, он вас до метро сразу не подкинул? Мы не хотели с ним ехать, и мы в какую-то странную. И еще нам, Тимур, надо было эти продукты купить. Да, еще докупить. Нам еще, по-моему, 250 рублей, да, у меня еще 250 рублей было, у нас 500 рублей много. Получилось, вот мы взяли продуктов, чтобы нам на неделю хватило. На неделю хватило, мы обратно в город поедем. А, странные вы, ребята. Сколько у меня-то? Мне 16 будет. Понятно. Мне уже есть. А, это тебе же переживать будут? Кто за меня там переживать будет? Мама и так все знает. Если бы она переживала, давным-давно бы меня уже позабрала куда-нибудь. Не знаю, проведет ей бы отдала. Так-то я с ней на связи, связь поддерживаю немножко. И домой я тоже прихожу. Вот просто каникулы сейчас, мужикой. Так, а пацаны куда сейчас поехали? Они сейчас тоже такси вызовут, отбросятся. Может, их тоже подвезут. Так, а сколько их там людей-то? Их трое. А, ну, да. Если бы их было двое, я бы взял бы их. Я тоже не понял прикола зачем. Один там, не другой там. Я в ТикТоке. Что? Нас раскрыли! Сваливаем! Я нет. Отметите меня в ТикТоке. Знаете. И подпишись еще. Подвез девочек, это, будьте, или не, это, делайте добрые дела. Да, я так примерно и подпишу. О, вот супер вообще. Вот здесь. Показчики. Сейчас надо пакет. Спасибо большое. Ну, пожалуйста. Как там сказала девочка? Делай добрые дела. Причем, ну, непонятно. То ли они наглые охреневшие, ну, продуманные, так скажем, да? Они просто максимально экономят много бабла, чтобы там тусануть на дачу нормально. То ли у них реально нет денег и, ну, пацаны в каком-то плане молодцы. Видите, получается, что они сбежали от родителей, поругались, не поругались, свалили на дачу. Это, конечно, все не приветствуется, но я тоже так делал. И я думаю, что многие из вас тоже когда-либо ругались с родными, уходили из дома. Это все вранье. Но все равно рано или поздно возвращались. Поэтому дай бог, чтобы все у них было хорошо. Ну, по сути, я там заплатил за них комиссию в 60 рублей, наверное. Я от этого не обедней, но... Возможно, помог. И, как сказала девочка, делайте добрые дела. Всем удачи. Субтитры сделал DimaTorzok